Уезжайте, а мы с Мекой перейдем в другое место. На один этаж ниже. Ладно. Привет, ребят. Я твич-твыслаш Мекоразиум. Я спинраню эту игру какое-то время по рекомендации одного другого русского спинраня под названием Джейден Оуэм. И меня сегодня позвали прокомментировать, что здесь будет происходить. Итак, Legacy of Kain Defines. Финальная игра в трилогии Сол Ривера. И, наверное, финальная игра во всей серии Legacy of Kain. Игра не то чтобы очень длинная для спинранинга, но все-таки весьма неполха. Вот. На протяжении этого спинрана раннеры будут делать разные интересные вещи и не очень интересные вещи. И большая часть вещей, которые мы будем делать в этом спинране, они завязаны на механиках, связанных с лицом от первого вида. Основные, наверное, механики и основные гличи, которые вы можете сейчас увидеть у Васлама, это механика Лук-Волка, где человек пытается пройти сквозь эту дверь, сделав очень точный прыжок. Иногда это не получается, иногда это получается. Это очень рандомный прием. У Васлама это получается достаточно быстро. Сейчас посмотрим, получится ли у Теслы это сделать. Здесь нужно прыгнуть в очень тонкий угол рядом с дверью, после чего сделать очень точную комбинацию атак для того, чтобы очень быстро выйти за эту дверь. Таким образом, мы скипаем очень большой кусок во всей игре. И именно поэтому нам нужно этот прием сделать очень и очень точным. У Теслы это не получается, а в то время как у Васлама приступает к следующему сегменту этого рана, сегменту с Розеэлем. Сегмент с Розеэлем конкретно в этой игре связан с очень большим количеством, скажем так, мелких вещей и мелких деталей. Например, одна из мелких деталей, которые вы сейчас увидели у Васлама, это использование атаки в момент прыжка. Если вы это делаете, то у вас не будет анимации подъема и таким образом вы скипаете очень, не знаю, мало количества фреймов. Тесла все еще пытается клипнуться в дверь. Это один из самых сложнейших, наверное, приемов во всем Ране, поэтому Тесла пытается, у Теслы не получается это сделать. В то время как Васлама уже приступает к следующему более-менее сложному сегменту в Ране. Это сбор душ. Сбор душ, по сути, ничем особо сложным не является. Вам просто нужно собрать пять душ, которые валяются в одном и том же время, в одном и том же месте, в этой маленькой локации. Сложность здесь вставляет в том, что эти души нужно очень оптимально собрать. И для их оптимального сбора вам нужно отпустить кнопку собирания душ. Ну, за очень короткий промежуток времени, после того, как душа начала двигаться. И сейчас Васлама будет заходить в следующую локацию, которая очень и очень сильно, скажем так, ломает раннеров. Здесь можно сделать скип под названием слух скип. Это очень точный прыжок, который требует от Вас очень точного, скажем так, прыжка. Васлама решает сделать одну попытку в этом прекрасном скипе. Но у него это не получается, поэтому он просто решает сделать казуальную остроту, где вы просто должны скинуть при помощи способности разделить к телекинезу шесть стражей. И эти шесть стражей откроют нам проход. В это же время Тесла, спустя две минуты, он смог клипнуться в дверь, активировать чекпоинт. И, таким образом, начинает финальный сегмент первой головы, в котором ему просто нужно уничтожить всех теней. Для уничтожения всех теней и, в целом, для уничтожения всех врагов, которые нам попадутся в этом ране, мы будем использовать технику под названием Сворд Кенселинг. Сворд Кенселинг — это подвид... точнее, это основнополагающая техника в этом спинране, в части боевой системы. А поскольку, комбинируя удары руками, удары мечом и телекинез, мы можем просто отменять анимацию ударом. Таким образом, сможем побалдеть. Это очень хорошо, поэтому это хорошо. Тем временем, Васлам уже убегает из тюрьмы, в которой мы попали за Розиэля. Васлам не делает скип, который сейвит какое-то количество времени, но это, опять же, это право Васлама, потому что скип тоже достаточно сложный. Вот. После этого у Васлама будет еще кое-какое количество сложных моментов и сложных скипов, но о них по порядку. Потому что на данный момент Васлам просто убегает, здесь ничего интересного пока не будет. В то же самое время, Тесла медленно, но верно пытается нагнать Васлама. Заходит он в комнату со сбором душ. Подадеемся, что у него будет паттерн чуть получше, чем у Васлама, потому что у Васлама был паттерн мало неоптимальным. В то же самое время Васлам выбирается уже из тюрьмы, прекрасной тюрьмы. И старается Васлам сыграть максимально сейфово. И здесь есть очень интересная оптимизация, которую Васлам пытается сделать. Дело в том, что это оптимизация маленькая, и я очень легко закосячу, потому что сразу же наверху этой лестницы есть определенный баг камеры, который запустит катсцену. Васлам же этот баг от него вернулся. И сейчас Васл попадает в комнату, в которой есть очень высокий шанс сделать софтлок. Он решает сделать очень рискованную страту с пилар джампом, для которого нужно соблюдать три условия. Первое условие — хорошее положение, второе условие — это нормальный паттерн эндами, и третье условие, которое в основном уже не важно — это сделать нормальный прыжок. В основном это не получается, поэтому он сейчас будет использовать прием по названию Лук-Волк, который требует от вас одновременного нажатия вида от первого лица и движения вперед, для того, чтобы сделать то же самое пилар джамп, но уже не используя скип. Это луза где-то 20 секунд, но при этом это очень, еще раз, очень такой вот интересный момент. В то же самое время Тесла пытается сделать слух скип, решает он по гринзе прыжок, но у него не получается сделать его. Это, опять же, как я уже говорил ранее, это одна из самых сложных вещей в ране. В то же самое время, Васла приближается к следующему важному сегменту в этом ране — к прыжку с деревом. Прыжок с деревом — это еще одна причина, по которой раны умирают в этой игре очень часто, и у Васла получается сделать прыжок с деревом с первого раза. Прикол этого дерева в том, что припадая определенную текстурку, персонаж начинает медленно, наверное, подлетать. Если все сделать правильно, то Вы сможете зацепиться за вот этот вот прекрасный камешек и пройти дальше через дверь. Все проходы через двери, которые не являются солидными объектами в этой игре, они... ну, через них можно ходить. Используя либо лук-волк, либо же лук-степ, что называется, степ-глич так называемый. И комбинируя оба эти приема, которые делаются по сути одинаково, мы можем таким вот образом попадать в те вещи, в те места, в которых мы пока что даже по сюжету еще не должны были попадать. Таким образом, сейчас у Васла находится чуть дальше по сюжету, чем должен быть. Забирает он яичко света, или же так называемый фейс этот орб, и после этого у Васла будет сейчас пытаться, скорее всего, сделать страту, да, он ее пытается сделать. Который завязан на том, что Вам нужно в прыжке, в определенный момент прыжка, Вам нужно нажать выстрел телекинезом. В случае, если игра соизволит Вам дать адекватный прицел, то Вы сможете, вот, не тратить много времени на прицел, просто активировать портал. У Теслы тем временем получается слуак скип. У него это получается! У Теслы получился слуак скип. Слуак скип? Ну, ладно. Я поторопился, у Теслы он не получился. Ладно, неважно. Васлом решает не делать быстрый лайт форж, и Васлом решает пройти чуть более сейфово, не делая клип здесь. Но будет здесь делать второй клип, который является небольшим клипом через эту решеточку. Получается у него клип с первого почти раза, но, окей, бывает. У Теслы все время получается еще раз делать слуак скип. И таким образом, Тесла пропускает очень большой сегмент файта, который делал Васлом, но при этом Тесла очень сильно отстает. И, по сути, у Теслы остается очень мало шансов для победы в этой смертельной гонке. И Тесла умирает. Но Тесле сейчас не важно, потому что перед тем, как стартовать этот сегмент, Тесла брал чекпоинт. Поэтому Тесла может попытаться еще раз все это сделать. Тем временем, Васлом забирает лайт ривер и уже идет обратно. Лайт ривер это, по сути, сюжетные клинки, которые собирает Розель и собирает Каин для того, чтобы сделать балдежные дела. Сила же лайт ривера в том, что при активации лайт ривера, лайт ривер ослепляет всех врагов рядом. Но поскольку мы не будем использовать боевую систему этой игры так часто, как хотелось бы, лайт ривер не будет использоваться часто в этом ране. Поэтому лайт ривер и дарк ривер чуть позже, он будет использоваться только для решения головоломок. Головоломки же в этой игре достаточно простые, по сравнению, предположим, даже с первым соло ривером или со вторым. И все головоломки связаны к тому, что вы просто берете, подходите к шарику, бьете шарик определенным клинком, будучи это, положим, лайт ривер или же дарк ривер. Для каждой локации это будет свой клинок. И таким образом вы решаете пазлы. Тесла выбирается из тюрьмы, а вас там выбирается из лайт форжа. Пытается вас там нормально запрыгнуть, у него это не получается. Время бывает, сразу вид дурака. Тем временем, Тесла. Тесла пытается сделать небольшую оптимизацию. Делает он это как-то, честно говоря, странно, но у него все получается. И Тесла сейчас будет использовать лук-волк. Или лук... А, окей, он использовал лук-волк. Хорошо. Для того, чтобы скипнуть здесь открытие дверей. И это он сейчас будет делать еще один раз, для того, чтобы... Скипнуть открытие этой двери. Не получается сегодня с первого раза это сделать. Посмотрим, будет ли он делать пилар-джамп. Решает Тесла сделать пилар-джамп. Опять же, это очень рискованная и опасная стратегия. Я не рекомендую ее когда-либо использовать. Лучше просто пробежать. Тесла пытается найти нужный угол, но у Теслы это не получается. Это очень сложный прыжок. Он получает угол, но не сможет он запрыгнуть на этот чертов пилар. Потому что это очень сложный прием. Еще один прыжок. Не получается. Давай еще раз. Давай еще раз. Не получается. Ничего бывает. Тем временем Васлова идет в следующий эпизод. И ВАСЛОВА ПАДАЕТ! ВАСЛОВА ПАДАЕТ! Васлова упал. Это... Ну... Это... ВАСЛОВА ПАДАЕТ! ВАСЛОВА ПАДАЕТ! ВАСЛОВА ПАДАЕТ! Дори меееее Амено, амено Лансире Лансире Моу Дори мееее Амено Омараве Интерави Амено Димере Димере Лансире Лансире Ладно, вас там Скинули, но вас там сильный Вас там идет В то время как Тесла все еще Пытается, блин Он пытается Тесла сделать пилотжап И получается пилотжап Тесла, я выйду за тебя замуж Отлично, Тесла Ты молодец Хорошо А этим временем В основном приближается к очередному Скипу в этом ранее, который был найден Очень давно, но став для нее был найден Недавно В основном решает не делать Этот скип Завязан на том, что он будет делать Такой видящих как Лук волк через эту дверь И проблема заключается в том, что При При Очень неправильном позиционке Меняется камера, а если меняется камера То сделать лук степ через эту дверь невозможно Именно поэтому в основном не решает Делать этот скип, на который Был найден Достаточно консистент сетап Вот и просто казуально открывает эту дверь При помощи своего призрачного ривера И попадает в дарк форш Тем временем Тесла Он Совокупляется с деревом Прыгая снаружи всех измерений И Пытается Не закосячить прыжок Прыжок у него тоже Получается это хорошо Теперь Тесла Нужно сделать Очень Точный лук степ Или лук волк Он решает сделать лук волк Молодец Тесла И Тесла попадает в Лайт форш Таким образом Тесла отстает Примерно на 3 минуты По времени Вот Васлова Тем временем Васлам Пытается совладать с Анимейшн кенселами У Розиэля Которые являются В этой локации Достаточно сложным местом И Заходит в Следующую зону Под названием Темная кузница В темной кузнице Васлам Будет Либо же Делать очень Простой клип Но Поскольку мы знаем Ну как мы знаем Я знаю Вы не знаете А раннеры тем более не знают В Даркфорже есть очень такой сложный клип Который можно сделать Но он рандомный Посмотрим будет ли его сейчас делать Васлам Для того чтобы сделать этот клип Не нужно много мозгов Нужно просто потереться об стеночку Васлам решает тереться об стеночку Он трется об стеночку Он летает Просто Трется Вот он трется Он пытается на стенке Его отвергает Сразу видно мало подарков дал Вот он трется Он вот трется Он вот сидит как Нео в матрице Пытается тереться И у него получается Васлам У Васлова получается клип Отлично Проблема этого клипа в том Клипа Что он рандомен Таким образом Если потратить очень много времени на этот клип То вы можете потерять очень много времени К счастью Если вы делаете клип именно в этом месте Именно то как это сделал Васлам Вы можете использовать Очень интересный статус с сейвлодом В то время как Тесла Сейчас Прямо сейчас в лайтфорже Пытается сделать очень сложную страту Он забирается за границу уровня Пытается прыгнуть за границу Но у него не получается И поэтому он придет сейчас это делать каз... Не казуально Смотрите Тесла Пытается сделать сложную страту В то время как Васлам сложную страту не делал Сразу видно Тесла хочет показать Что он элитный спидранер С русского подземного сообщества спидранинга Но у него все получится В то время как Васлам Просто выбегает из даркфоржа При помощи комбинации сейвлода Сейчас будет он сделать стаблич И потихонечку будет идти к Прекрасному Прекрасному концу Этого прекрасного Четвертого Прекрасной главы Отлично Спасибо за арейт Тезура Мы Мы рады за то что Привел к нам 35 человек У нас здесь гонка Гонка по Legacy of Cain Defiance 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 Отлично Тесла Пытается все еще запрыгнуть На На маленький камешек Это очень сложный прыжок Который Опять же Почти никто не делает в ране Это не безопасная страта Как Вы уже могли понять Потому сколько времени на нее тратит Тесла Окей Тесла Опять запрыгивает Пытается он сделать эту же страту еще раз И у него Получается Тесла Пофлексил Молодец Тесла Нужно похлопать Кто не хлопает Тому вставлю Спидраны Спидраны Терапияс из спидранинга Отлично Хорошо Замечательно Тесла Тесла смог Тесла молодец Тесла прекрасен В то же самое время Васлом активирует два шарика Уже использовал Light и Dark River И таким образом Васлом выходит в сегмент с Каином С пиларсами И таким образом Васл попадает в одну из самых Сложнейших Сегментов этого спидрана Которая заключается в том, что для начала Васлому нужно клипнуться вот в эту прекрасную Бобинку Не знаю, центрифугу так называемую Проблема в том, что для того, чтобы клипнуться Вам нужно сделать так, чтобы вас никто не бил А после того, как вы клипнулись Вам нужно в очень точный момент Отжрать определенные кнопки, чтобы Пришлаш клипнулся Вот так вот После этого вам нужно сделать так, чтобы вы не активировали здесь чекпоинт Васл он пытается это сделать И у вас снова получается не активировать чекпоинт Отличная работа вас там Сразу видно, что человек, который меня победил в хитмане Он может сделать такие вещи Ладно, не важно Что важно? Если вы не забираете чекпоинт То... Вы не можете сделать страту с суицидом Напоминаю, что суицид в реальной жизни это очень плохая вещь Поэтому, пока вы играете Делайте суициды, как только хотите Поскольку мы играем за вампира Вампиры очень сильно боятся воды В этой игре И именно поэтому Васлом использует суицидальные страты Он забирает квестовый предмет И за счет того, что он не забрал чекпоинт Васлом может суициднуться После этого Васлом идет самую сложную локацию Наверное, в этом спидране Которая может уничтожить ваш спидран Просто Вообще Без каких-либо проблем Это Крыша с Это крыша с лучниками Проблема в том, что лучники При Попадании в летающий объект под названием Каин Он не Его сбрасывают To the ground И проблема здесь В том, что Либо вам прыжки получаются сразу Либо же они не получаются Поэтому посмотрим Дадут ли сейчас Васлому нормальные прыжки Лучники Либо же Васлом будет как-то по-другому это делать Пытается забавить Васлом на атаке Запрыгивает Его скинут Его не скинули Его не скинули Его не скинули Васлом Балдеж Отлично В то же самое время Тесла выбирается из Даркфоржа Пытается сделать лук волк через эту дверь Мы ничего не видим Потому что Ну Бывает Отлично Пытается Тесла выйти из Даркфоржа Игра его малость тут душит Но не суть важна Потому что У Васлому тоже есть определенные проблемы Его немного задушили эннами Он не успел брыгать И теперь ему нужно Либо расправляться с эннами Либо же еще что-то делать И Окей У Васлому все-таки получается улететь Замечательно Тесла в то же самое время Пытается сделать лук степ Через дверь Через которую лук степ Очень сложно Поэтому этот лук степ Никто не делает Отлично И Лук степ Тесла Позволяет ему выйти в зону Под названием Лайтфорж В то же самое время Васлом Васлом старается Медленно, но верно Сейчас Не затриггрили здесь файт Для этого он делает здесь Очень точный прыжок Который запускает здесь Катсцену И это хорошо После этого прыжка Он должен сделать очень сложный клип Который возможно не получится У Васлова Но Я не знаю У Васлова Получается очень сложный клип с первого троя Без каких его проблем Очень быстрый клип Поэтому Поэтому не удивительно Вот И После этого наверное будет Самый веселый глич Во всем этом ранее В то же самое время Катсла будет смотреть там Сейчас к оценке идти в Лайтфорж Эмм Таким образом Создается эффект того Что мы ходим по По Такой По По воздуху Мы Майкл Джексон А Наконец в этом состоянии Нам нужно как-то набирать высоту И для того чтобы это сделать Мы просто должны потереться об стеночки Но нужно быть очень аккуратно Потому что Для того чтобы адекватно потереться об стеночки Нам нужно комбинировать движение назад И влево или вправо Зачем с того У какой стеночки вы собираетесь тереться И просто как вы это сделаете Нужно здесь не затриггерить катсцену И у вас там это получается А потом с помощью прыжка Просто выйти из этой катсцены В то же самое время Тесла Тесла смог сделать очень сложную страту С лук волком И сейчас Сейчас Тесла будет сделать лук Лук глитч или лук степ Ну вообще здесь Проще сделать скорее Лук Чем степ Чем степ Отлично И Собственно в Аслам Заходит в финальную зону Этого спидрана В то же самое время Тесла только-только заходит в Даркфорж Я стоп в Лайтфорж Извините Нет все-таки в Даркфорж Сорри В Аслам не ловится Флок при прохождении От определенного гейта Это тоже хорошо Это хорошо Это очень хорошо Отлично Прям балдешь Отлично Хорошо Займись Отлично Теперь нужно В Асламу сделать определенный прием Под названием лук степ Который сделать сложно Потому что здесь рядом энэми Которые постоянно бьют Каина И для того чтобы это сделать Нужно сначала Откинуть врагов Либо же очень сильно постараться Чтобы эти враги При использовании приема Просто вытолкнули вас Из этой решетки В Асламу В Асламу это не получается сделать С первого раза С первого раза Поэтому В Асламу решает просто Убить энэми И это правильное решение Но опять же Просто оттолкнув И И В Асламу решает просто Выйти оттуда Отлично После этого В Аслам прыгает в портал И заходит Прямо В самый конец игры Прямо В самую финальную локацию Этой игры По сути В Асламу остается Ну буквально Две минуты геймплея И Собственно вот В то же самое время Тесла пытается сделать клип В Дарк Форже Он пытается сделать Дарк Клип Он трется об стенки Бамма Тащи полотенце Он трется Стенки об токсин Что его персонажи корежат Во все стороны Он пытается Его влево-вправо корежат Он неправильно сделал сетап Поэтому его будет корежат Налево-направо Он пытается это сделать Но его не выдохнет Уже никогда Потому что он не понимает Что стенка Она не такая хорошая Нужно было ей подарки сделать Но он смог сделать Просто ударив ее Потому что Вот Да Балдеж Ладно Неважно Забирает Тесла Дарк Ривер Не с первого трая Но все же забирает Это большое Большое достижение Для Теслы Я рад за него В то же самое время Фастом Заходит в комнату Финального босса Катсцена Пропуск катсцены Нужен для того Чтобы подгрузить локацию В которой мы По идее не должны были находиться Именно поэтому Сейчас у вас там Уже будет иметь Полностью заряженный Сол Ривер И будет убивать Финального босса Этой игры Под названием Старый Бог У Старого Бога 2700 здоровья Если я правильно помню И для него Есть определенный цикл Который я найден Который я Нашел И Для того чтобы убить босса Для начала Нужно спарировать И уничтожить его Сопельку Щупальца Любители хентая Прошу выйти с этого стрима Вот После того как вы Уничтожите щупальца Щит Старого Бога Снимается на что-то На подобии Семи секунд И с этого момента После как у него упадет щит У вас есть очень короткий мужик Времени После того как вы сможете использовать Определенную технику Под названием Сак Кенселинг Использую Сак Кенселинг И Анимейшн Кенселинг Вы сможете убить Старого босса За два цикла Нанеся в первый цикл 1350 урона А в второй цикл Те же самые 1350 урона В то же самое время Васлам решает показать вам Историю Лор игры Который все равно Никому не важно Потому что мы смотрим Спидраны Спидрана Прохер на лор Но Нам не важно Если вы хотите узнать Про лор игры Я рекомендую пройти на Вики По Legacy of Cain Ну и в целом Поиграть в эту игру Потому что Не только в игру В серию Потому что серия Не зря зовется культовый В ней очень хороший лор Вот Васлам опять промазывают Пощупается Сразу видно Человек не прокатил Спидран Вот Поэтому Поэтому Пытается Убить щупальца Убивает щупальца Посмотрим сможет ли Васлому бить Он не сможет Старого волоса За два цикла Потому что он промазал Очень большим количеством ударов Именно поэтому Васлова Опять Ему нужно смотреть картиночки Вот что делают Не знаю Вы никогда задумывались Что делают раннеры Когда им выбивают коленочки Да Да Вот Задумайтесь Что делает раннер Когда ему выбивают коленные чашки Все правильно Он смотрит картиночки Мы никогда не задумывались Какие именно картиночки раннеры смотрят Я вам скажу какие Они смотрят картиночки С зелеными сплитами И у них играет песенка Я, ну в общем, неважно, вообще неважно, потому что Тесла, Тесла, тот самый Тесла, который смог выбраться с начала рана Он попадает в сегмент с Кайеном, и теперь Тесле нужно сделать клип Клип очень сложный, и у Теслы он, похоже, не получается В то же самое время, Вастом заканчивает свой ран со временем 25 минут, 27 секунд, 60 миллисекунд Вастом, как же ты классно сделал и пробежал этот ран, боже, тащи полотенце Тесла, Тесла перепрыгивает, чекпоинт, Тесла, молодец Тесла, молодец И Тесла будет делать ту же самую суицидальную страту, которую делал Вастом Вот, но опять же, для начала нужно забрать определенный квестный предмет, который лежит здесь, наверху Кусок эмблема баланса Скипаем капсцену, прыгаем в водоемчик и убиваем водоемчик Рип, водоемчик Отлично, Тесла умирает И после того, как Тесла умирает, Тесла воскрешается И Тесла теперь подходит к той же самой прекрасной вакханалии с лучниками, которая может произойти здесь Вот, и посмотрим, насколько быстро у Тесла получится выйти из этой локации Это, опять же, как я уже говорил ранее, это очень сложный момент, очень сложный сегмент Сложнее всего этого сегмента может быть только блендомет В общем, не суть важная Что важно? Важно то, что лучники могут вас сбросить при прыжке Для этого, чтобы такого не было, вам нужно либо А. Затаймить очень правильный прыжок Либо же Б. Вам нужно сделать так, чтобы Вам просто повезло И для этого Посмотрим, будет ли Тесла использовать Бэкап страты, либо же Тесла будет Отрачить бигбол страты, которую Тесла показывала весь свой ран И он делает прыжок Его не задевают лучники И Тесла Ходит, твою мать Какой же Тесла балдежный Отлично Он крепится в стену В дверь, если быть точнее И переходит сквозь дверь Здесь Тесле всего лишь нужно поставить эмблему И быстро уйти из локации до того, как Теслу начнут танковать Сделать это довольно сложно, но все можно сделать при желании Зажимает прыжок, пытается улететь И Тесле избивает прыжок Увы, Тесла сегодня не получится Тесле нужно теперь убивать либо врагов, либо их просто отталкивать Для того, чтобы здесь просто прыгнуть, нужно оттолкнуть трех челов с клинками Но Тесла решает покоить свои навыки игры в Devil May Cry И выткнуть всех хэнми на свете Но, опять же, не важно Для того, чтобы делать этот прыжок, нужно просто отжать локон с таргетом Скрытый локон Вот есть скрытый балдеж, а есть скрытый локон Поэтому И Тесла зажимает прыжок Отпускает прыжок И Тесла улетает во свои оси Балдеж Отлично Таким образом, Тесла попадает Уже в зримый балдеж Взримый балдеж на сегменте Розиэля Розиэля же, в свою очередь, должен сделать здесь очень точный прыжок Который в противном случае просто затрагивает Вам здесь очень долгий файт, вам это не надо Вот это получается с первого трая Теперь, после этого трая, Тесле нужно взять и очень сделать точный клип Точный клип заключается в том, что вам нужно потереться об эту стенку и развернуться в момент прыжка Таким образом, чтобы коллизия вашего персонажа стала много меньше И в случае, если у вас все получится, Розель просто пойдет дальше Но у Теслы что-то не получается Розель отказывается просто запрыгивать туда Такое бывает, ничего не поделать В таком случае, Тесле нужно просто чуть поменять позиционку персонажа Нужно сначала зажрать влево и наверх, чтобы был полностью диагональный мувмент И после этого из диагонального мувмента сделать клип Только в таком случае это сработает В том стаке, который делает Тесла прямо сейчас, сделать клип, ну, очень сложно Но Тесла пытается как-то развернуться боком Но он недостаточно долго зажимает кнопку, поэтому... Розель просто не успевает развернуться Это нормально Все люди делают ошибки, ребят Не все такие идеальные раннеры, как Ма-Мама Тесла Че поделать? Ну, в этом проблема, вам так не кажется? Вот, человек пытается клипнуться, а у него не получается Если все было нормально, то все было бы хорошо Но в данный момент, как видите, Тесла все еще пытается это сделать, но не получается Вот Поэтому, поэтому, вот Старается Тесла все еще, все еще сделать Все еще сделать клип Мы можем держать за него кулачки, но Наши кулачки не помогут Нужно просто дать Тесле сделать тот самый клип Чтоб все было хорошо Вот Окей В то время вас там пытается подрубить кат-сценки Которые покажут вам самую малость лора Посмотреть там всякие томики, которые мы собирали Но на самом деле не собирали, нам просто игра их дала за бесплатно Всякие там промо... промо-арты, концепты и так далее Пытается... пытается клипнуться, так не работает, извини Сейчас просто нужно расправиться с этими врагами, чтобы они нам дали нормальный эйм И при помощи адекватного уже эйма и адекватного прицела уже спокойно клипнуться в дверку Давай, Тесла, мы все в тебя верим Нет, зажечь здесь ничего нельзя Потому что для того, чтобы зажечь здесь пилоры, вам нужно иметь FireRiver FireRiver на этой сзади игры не открыт Использует анимейшн кенселинг Чтобы добить таргет Как-то ты его слишком сильно комбишь Отлично Все, убил... убил один таргет Окей, вот это заканчивается здоровье Заканчивается здоровье это плохо по причине того, что... Одна из ключевых особенностей Родиэля, как персонажа Зачем в том, что у Родиэля каждый раз расходуется здоровье Ну как каждый раз У Родиэля в принципе расходится здоровье При условии того, что вы просто находитесь в материальном мире И поэтому Родиэля надо... Ну, надо побалдеть Малость Но что-то... что-то не получается Саму малость не получается Все хорошо Давай, Тесла Мы в тебя верим Этот клип хороший Давай Давай, Тесла, давай Вот... вот... Мы хотим балдеть Чат хочет балдеть Я хочу балдеть Мы все балдеем вместе Каждый божий час Мы смотрим на клип Теслы И видим, что у него получился клип Мне всего лишь нужно было начать петь Тесла, ты... ты смог это сделать Ты молодец В это время вы пока что можете донатить на увеличение фонда от фабрики Кстати, донатьте Отлично Теперь Тесле нужно просто сделать еще один сложный прием вране Но учитывая, что у него очень мало здоровья Есть очень большой риск того, что риск... Что Тесла просто не выживет при исполнении этого скипа Если вам понравится, очень много здесь времени Итак Мы прыгаем Локаем камеру при помощи авто... автолока камеры Отходим назад Зажимаем локон и соулсак Забираемся на третью-четвертую ступеньку И нам нужно... Да, 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 именно так И теперь зажимаем соулсак И теперь мы, как Майкл Джексон, мунволкаем по воздуху Дуд, дуд... Отлично Трется стена об Теслу или Тесла об стену вообще неважно В причине того, что нам просто нужно набрать высоту Набор усты в этом состоянии производится за счет того, что мы тремся об стенку Набирая Теслу очень много высоты Для дополнительной сейфовости И на очень маленьком проценте здоровья Тесла заходит в нужную нам кат-цену И выходит с этого золотолучного сегмента И переходит на сегмент Каина Какой же Тесла молодец Балдеж Тем временем на стриме у Васлова Вы можете увидеть Балдежного чела, который улыбается И показывает Васлам концепт, арты Всякие разные, балдежные и не очень балдежные Вот И продолжаем Продолжаем, продолжаем смотреть за Теслу Которого 35 минут уже на таймере Тесла старается закончить свой спидран И сделать так, чтобы все было хорошо Тесла сбивает тени У игрок сейчас может случиться Краш, если его ударит в момент перехода Блин, тебе просто нужно Зажать кнопку движения Зажми кнопку движения, пожалуйста Кнопка движения Кнопка движения Кнопка движения Кнопка движения Спасибо Отлично Вас он показывает, как он умеет флексить Это, 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 это Балдеж Итак Тесле теперь нужно сделать определенный клип через стену Используя лук волк Или лук степ В зависимости от того, что будет ему полезнее, лучше и удобнее Пытается он сделать дамаж буст Из лук волка или лук степа Непонятно, что он пытается сделать Прямо сейчас Потому что здесь можно сделать и то, и другое Именно при таком маленьком промежутке времени Что есть хорошо Отлично Мы стараемся теперь посмотреть на то, как Тесла пытается клипнуться Но Тесла решает сделать клип при помощи убийства энеми рядом И это тоже хорошо Потому что теперь, когда нет энеми, клипса будет чуть попроще Но Тесла не успевает клипса, потому что второй энеми, который здесь находится Он выбрался из нокдауна И теперь ему нужно опять повторно отталкивать этого врага при помощи телекинеза Отлично У него получилось Хорошо И Тесла теперь забирается в финальную локацию этого рада Заходит он в портал Вперед в портал, нажал в портал Вперед в портал, нажал в портал Зашел в портал, нажал в портал Вперед в портал, нажал в портал Отлично И теперь Тесла идет к финальному боссу этого спидрада Отлично Нужно климнуться через эту стеночку Еще раз И после этого климнуться или открыть еще эту стеночку После чего нам нужно Просто пропрыгать и сделать Лук-волк В стенку каменную, которая вот здесь находится Которую В любом другом случае мы Через нее не можем пройти Отлично Отлично И Тесла забирается Ему остается последняя пробежка перед Финальным боссом этого спидрана У него все еще впереди Он все еще может сделать Отлично Такой вот спидран Вот Итак Тесла заходит в катсцену В которой мы еще не должны быть Поэтому Тесла прямо сейчас умирает Смерть в этой локации подгружает все остальные ассеты И текстурки, коллизии И все остальное в этой В этом месте Именно поэтому мы заходим уже повторно После смерти уже С полностью готовым Соло-ривером Смотрит Тесла на Крышу Понимает Тесла, что на крыше ничего нету Кроме его спидрана Отлично Смотрит Тесла вниз Ищет Ищет предлог По которому Прыгать не стоит Тесла не прыгай Я парю Я обалдею Я делаю флекс над казуалом На васломе Он тай хардил А я нет Ну вот что он За киберкатлет Отлично Файт с Элдер Годом Напоминаю, что у Элдер Года У финального босса этой игры 2700 здоровья Для того, чтобы нанести ему хоть какой-либо урон Ему нужно Ему нужно убить Это щупальца Для того, чтобы убить это щупальца Нужно подождать, пока щупальца Приземлится И от него будут чести какие-то частицы После того, как мы убиваем щупальца Элдер Год открывается для атак В каждый цикл Который длится около 7 секунд У Элдер Года Можете сезти 1350 единиц здоровья Если не использовать Одну страту Которую я нашел Четыре голова После этого Активируется его щит В котором он Он будет вас стрелять Всякими шариками С наполнителем Это абсолютно не имеет Вообще никакой разницы Потому что шарики Они на то и шарики Вот Есть шарики разные Есть шарики надувные Есть шарики шарики А есть шарик Это который шарик Из простоквашина Помните вот шарик Из простоквашина Он такой Да, да, да Дядя Федор Давай Вот мы сейчас будем балдеть Да, хорошо Круто, балдеж А вот этот Дядя Федор Он Ну, в общем Не балдеж Тезл пропускает уже два цикла Убийства щупальца Из-за этого Его боссфай чуть затянется На самой малости Но также нужно иметь ввиду То факт того, что Из-за того, что вы танчите Головой Сверки Головой Сверки танчить нельзя Потому что Сверк носит очень много урона И в случае, если вы умрете В этом боссфайте То В общем Будет В общем Не балдежно Если нужно, чтобы был Максимальный Убербалдеж Нам нужно понимать Что Спидранинг Это не мемы Спидранинг Это Раны Хотите норм Раны Смотрите Спидранеров Не Ну В общем Не важно Тесла Скоро умрет Ему придется Делать рестарт Этого боссфайта Потому что Ему физически Уже не хватит здоровья У Каина Просто Ноль ХП Ну и да И Тесла умирает Это нормально Потому что Только на фабрике Спидранеров Спидранов Вы можете увидеть Спидранеров Людей Которые превзошли Обычных казуалов Умирающих От боссфайта Мало кто знает Но Русская сообщество Спидранеров Считает Что Казуалов Нужно сажать на ножи И изначально Фабрика спидранов Была создана Для Того Чтобы люди Которые ни разу Не спидранили Ничего Смогли проводить Свои силы В этом прекрасном Ну и возможно Легком деле Для кого как Но в итоге Что мы видим Мы видим Что у нас есть Спидранеры 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 Спидранят Спидраны Спидранем Так хорошо Что Ну Ну Что Вся сетка Это спидранеры И ни одного Казуалова Которого Можно было бы Подрезать Но Ничего Мы Зато Сможем Посмотреть на циферку 15 16 639 Рублей И эти деньги Будут Разделены Между Лучшими Спидранерами На этой Фабрике Вот представьте 15 тысяч Рублей Что вы можете Купить на 15 тысяч Рублей Давайте Перечислять Во-первых На 15 тысяч Рублей Ребята Вы Можете Купить Себе Целых Нет Секунду Мне для этого Нужно Открыть Открываю Пар Ребята Открываю Пар Открыл Пар Нажал Магазин Нажал На поиск Ввел Там Ску Рим Скайрим Спешл Эдишн 1400 Рублей По Моим Скромным Расчетам Если мы Поделим 15 1639 Рублей На 1399 То Сможешь Купить Целых 11 Копий Скайрима На 15 Тысяч Рублей Можно Купить 15 Тысяч Рублевых Жвачек На 15 Тысяч Рублей Можно Купить Спидран Хороший Нормальный Балдежный Крутой На 15 Тысяч Рублей Вы Можете Сказать Казуала Да Я Спидранер А Ты Кто На 15 Тысяч Рублей Можно Заказать Пиар На Свой Канал От Twitch.tv Мы Пиарим Только Настоящих Спидранеров Которые Которые Флексят Над Казуалами Наподобие Вастлама Потому что Победителем В этой фабрике В этом конкретном Спидране В Legacy Of Game Defiance Побеждает не Вастлам Который Трай Хард Иди Ваще Сраты Заслать Побеждает Именно Тесла Потому что Тесла Зафлексил Он Настолько Максимальный Уровень Флекса Показал Что он Поставил Свою Жизнь На Кон И Закончил Спидран За 43 Минуты 31 Секунду И 52 Милли Секунды Такой Спидран Даже Я Не Могу Сделать Потому что У меня Первый Ран Был На 20 На Спидран На эту Игру В сумме 16 Человек У Меня Четвертое Место Спидран 19 Минут И Сегодня Господа У нас В таблице Повыли Два Новых Раннера С Временем Хуже Чем У Сковородочки Но НЕ ВАЖНО Самое Главное Они Выучили Спидран Они Стали Спидран Они Уже Были Спидран Но Теперь Они Точно Спидран Это Мета Физический Уровень Спидран Который Рассчитывается На На В отношении Балдежа К Сковородочкам Это Очень Сложный Для Объяснения Момент Но Вам Это Знать Не Надо Что Вам Нужно Знать Донать Смотрите Больше Раннеров И Спидран Сами Потому Что Пока Вы Не Будете Спидранить Вас Будет Смотреть На Вас Как На Как На Корм